Думаю, что, несмотря на скорби вот этого 21 века, так болезненно отразившиеся на жизни всего нашего исторического народа, несмотря на все это, молитвами святых угодников в земле русской, трудами нашей Церкви, подвижническим подвигом монашествующих и благочестивых мирян будет сохраняться и укрепляться единство всея Руси. А почему силы, мощные политические силы извне работают на то, чтобы окончательно разорвать связи России с Украиной? Но почему же это надо? Ведь у нас существует на карте Европейский Союз, и эти же самые силы не разрушают этот союз. А почему они все употребляют, что только возможно, чтобы разрушить всякий союз между Россией, Украиной и Белоруссией? И там, и там демократические принципы устроения государства, и там, и там выборная власть, реализуются все принципы современных межгосударственных и внутрегосударственных установок, которые принимаются, как говорится, мировым сообществом. В чем дело? Вот хочется громко крикнуть. В чем? Но я не могу найти другой причины. И Россия, и по милости Божией Беларусь, и Церковь наша предлагает миру, в том числе и западному миру, альтернативу цивилизационного развития. Если там, в этом развитии, присутствует абсолютно неправильное понимание свободы, если там, прикрываясь этими лозунгами свободы, не просто пообщряется, а законодательно утверждается право людей на совершение греха, то ведь это путь к концу. Почему? Да потому что грех не жизнеспособен. Почему Господь призывает нас избегать греха в личной, семейной, общественной жизни? Да потому что грех – это и есть сила, разрушающая личность человека, человеческие общества и их взаимоотношения. Грех приносит только разделение. Ну и, наверное, так и хотели бы многие недоброжелатели исторической Руси, чтобы не было единства наших братских народов, чтобы разделились, чтобы противоборствовали. Что-то ведь удалось сделать на Украине, не в полной мере, но все-таки. И кровь даже проливается. Так вот, кровь многие, наверное, хотели бы пролить и на просторах нашего союзного государства.